Настя, давай покажем, как устроена папка «Умение создавать коллекции контента» и что медиатренер должен развить в участниках этого тренинга, и какие материалы мы ему для этого предлагаем. Вот у меня есть сценарий «Осваиваем» и «Осваиваем умение создавать коллекции». У меня есть из бумажных еще карточки, которые нам необходимы, и карточек у нас много. Карточек у нас нет, много, вот так. Они рассчитаны на четыре команды в рамках этого тренинга. Что еще у меня есть? У меня есть рабочий лист, наклейки и квестбук. Как со всем этим многообразием справляться? Рассказывай. Итак, во-первых, все, что вам потребуется для тренинга, перечислено в сценарии на первой странице. Вы можете посмотреть, какие предметы понадобятся из коробки, а какие предметы вам придется найти самостоятельно. Этот тренинг основан на работе с карточками. Мы учимся создавать коллекции контента, выкладывая различные плейлисты на YouTube. Как известно, YouTube – один из самых липких сайтов. Мы можем зайти на него и провести на нем час за часом, не замечая, как летит время. Поэтому мы учимся у YouTube о том, как удерживать внимание наших пользователей. Давайте посмотрим на карточки. Мы предлагаем участникам задания выложить интересные плейлисты. Вот, например, у меня видео, которые посвящены теме опросов. Я могу сформировать из них отдельный плейлист, и это будет плейлист, о чем думают жители города. Но посмотрите внимательно. Вот это видео, например, посвящено проблеме общественного транспорта. А значит, я могу добавить его к плейлисту «Общественный транспорт». Вот это вот видео посвящено шуточным подаркам на Новый год. Значит, я могу добавить его в юмористический плейлист. У нас получается вот такая вот довольно сложная структура, которая объединяет между собой сразу несколько плейлистов. Какие-то видео будут относиться только к одному, как, например, вот эта вот прекрасная коллекция по истории города. Какие-то видео будут принадлежать сразу нескольким плейлистам. После того, как мы проработали такое создание плейлистов, после того, как мы подумали, какие же эмоции испытывают зрители, когда видят, вот, например, этот опрос. Они возмущаются. Давайте дальше покажем им ролики про состояние общественного транспорта. Они согласны с мнением других горожан. Давайте покажем им, о чем еще говорят жители города. И таким образом мы выстраиваем полноценный набор плейлистов, который станет гордостью, который станет центром и ядром вашего YouTube-канала. После того, как мы поработали уже с самими видео, давайте посмотрим, как выглядит рабочий лист. Это уже следующее задание, которое мы предлагаем участникам. На этом листе мы уже настраиваем внешний вид канала на YouTube. Думаем, какая будет обложка, какое будет название, как лучше подписать видео в плейлистах и какие из них показать зрителям в первую очередь. Может быть, вы захотите дать ссылку на другие интересные каналы. Но самое главное, что мы рекомендуем преподавателю ни в коем случае не забывать. Посоветуйте своим ученикам обязательно разработать для каждого плейлиста индивидуальную обложку. Так в потоке информации зрители будут легче находить именно ваши прекрасные видеоролики. Я так понимаю, что такой навык, он пригодится далеко не только молодым, но я слышу в этой методике прям готовый тренинг для взрослых, тех, кто организует свои YouTube-каналы. И не только. В материалах этого курса мы рассказываем о том, как и педагогу создать свою личную коллекцию образовательных модулей, интересных примеров и полезных сервисов. Вы можете воспользоваться принципами, показанными в этом тренинге. А можем ли мы, научившись вот в рамках этого тренинга, научившись так организовывать контент, применить эти навыки не только для YouTube? Да, конечно. Навыки организации информации не зависят от того, на какой платформе вы их применяете. Каждый раз вы думаете, а какие чувства чувствует мой пользователь, о чем он думает, когда он видит этот материал, что еще может задеть его эмоционально, что может быть похожим, что может ему точно так же понравиться или точно так же не понравиться. А что-то мы предлагаем в качестве цифрового материала, цифровой поддержки для этого тренинга? Да, конечно. У нас к этому тренингу приложены две презентации. Первая рассказывает о том, что такое карта кликов, как смотреть за поведением пользователей на сайте. Вторая презентация показывает нам то, как оформить канал на YouTube, какие этапы нужно пройти и как при этом изменится внешний вид вашей YouTube-странички. Для того, чтобы и оформление для YouTube-канала получить, да, сделать, нужно ли человеку какой-то специальный софт, какое-то специальное обеспечение программное для того, чтобы создавать эти обложки и организовывать эти коллекции? Мы рекомендуем пользоваться бесплатным веб-сервисом Канва. К материалам курса приложена ссылка на инструкцию о том, как создавать не только обложки для вот таких вот видеороликов и плейлистов, но и о том, как делать в Канве посты для социальных сетей. По-моему, отличный тренинг, полезный абсолютно разному возрасту. И такой провокационный вопрос, а есть ли какой-то правильный способ организации коллекции, к которому участники тренинга должны прийти? Правильный вариант – это тот, который нравится вашей аудитории.